МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какую основную проблему в поселке Зеленоборске вы можете отметить? Жилье недостроенное, конечно, плачевно смотреть на это все. Тут дом на мира и на дорожников там дом недостроенный. И, по-моему, не собираются даже достраивать. Народу совсем мало в поселке осталось. Как можно судить, если в школе всего 300 человек учеников? Что вы хотите, дальше будет? Дальше будут, останутся одни пенсионеры, больше никого здесь не будет. Молодежь же старается уехать все. Как-то так. Молодежь уезжает, работы нет. Работы нет, да. Наверное, вот это главное. Что вы можете сказать о постоянном повышении цен на услуги ЖКХ и как качество услуг ЖКХ у вас в поселке? Тихий ужас. Цены, конечно, растут. Цены космические. Ну, как сказать, 50-50 тоже. Не соответствует. Ну, не соответствует по тем ценам, что мы платим. Не соответствуют услуги. Тарифы, конечно, да. На свет тарифы. На воду выросли тарифы. Тарифы тоже на содержание и ремонт. Растут. Мне-то самое непонятно по часам тоже. На капитальный ремонт тарифы растут постоянно. Она только капитального ремонта. Я у нас поселка почему-то не вижу. Ну, на подрядчик зал крыша течет. Вот проблема, я говорю, мы не можем добиться, что у нас сделали ремонт крыши. Администрация приходит третий год причем. Алина и жилье есть, и люди еще не могут заселиться. И это проблема. Проблема большая с этим управляющими компаниями. Допустим, проживаю, у меня уборщика где-то полгода не было в подъезде. А обслуживание и ремонт платятся постоянно. Стало ли лучше в сфере здравоохранения, доступность врачей? Лучше не задавайте этот вопрос. Здравоохранения у нас вообще никакого нет. Вот сидит у нас этот таджик, по-моему. Но это не факт, что это не касается нации. Просто врач ни о чем. То есть он даже, я сегодня пришла на прием к нему выписать рецепт, он даже не знает, где расписаться ему. А что об этом, о лечении человека говорить? Если он пол своего этого онлайн проходил, и что он может вылечить? Ничего. Врачей мало. По узкой специализации. Приходится ездить в Кандалакшу или в Мурманск? Нет врачей. Нехватка. Нам приходится ездить за 60 километров в Кандалакшу. А туда надо записаться. Вы же знаете, как сейчас сложно через колл-центр. Попробуй дозвонить туда. А в поселке у нас полтора врача. Поэтому очень плохо. Запись, да. За две, за три недели попасть сложно на приемы. Народ. И врачей-то нет. У нас здесь один терапевт-гинеколог. Больше никого нет. С медициной проблема острая. Да, очень тяжело. То, что на сегодняшний день происходит вот в этой сфере, это что-то с чем-то. Вообще никакая доступность. В Кандалакшу, чуть-чуть через коллекторный центр. Там толком иногда не дозвониться. Ну, в общем, это вообще безобразно. Да, безобразно. Нет. Поселок такой, поселок. Детского врача нету. Столько детей, столько пенсионеров. И нет врачей. Как обстоят дела с работой? Сложно ли устроиться на работу в поселке? У нас предприятий-то не осталось. Вот зона, вот эта, тюрьма, туда еще можно. Ни милиции нету. Что у нас теперь? Предприятий. У нас же раньше столько было предприятий, много. А сейчас очень сложно. Вот эти магазины, как грибы, растут. Ну, для женщин еще можно. А мужчинам тут работы не найти. Здесь полнейшая безработица. Здесь у нас же много чего было. Сейчас все закрыто. То, в основном, вот магазины одни только. Заработная плата маленькая. Все стараются на побольше. Да, даже есть, которые есть, организации, которые здесь. И то люди уходят. Потому что заработок очень маленький. В городе можно где-то и подработку найти, а у нас-то... Что за последние годы изменилось к лучшему в поселке? Ну, появилось много доступной среды для молодежи, для детей в основном. Дети маленькие. Стадион, спортплощадки. Ну, дороги хорошие. Дороги у нас ремонтируют каждый год. Хорошо стало. Да, да. Благоустраивают. Все-таки заметно это. Заметно стало. Медленно, но верно. Да. Пенсионеры вообще живут прекрасно. Молодежи плохо. Молодежи некуда себя деть. Он сидит по заваленкам и носится на мотоциклах. Благоустройство. Хорошие, асфальт на дороги положили, стало ездить лучше. И домовые территории приводят в порядок. Да, домовые территории приводят. Собак сейчас строят, собачник тоже убил из поселка. Ну, в принципе, что-то делаете. Да, в печенье вот сейчас новое. Никто не говорит, что ничего не делается. Это делается, но не все. Надеемся, что больницу построят, обещают. Уже стройка-то идет и хорошо идет. Ну, вот благоустроенные дома как бы есть вот в наличии стоят. И там два дома. Один вот только недостроенный. Ну, как бы к лучшему. Дети занимаются кружками. У нас это все развито. ЦРТДЮ, все вот это есть. Как вы можете оценить действия местных властей и какие у вас к ним есть пожелания? Я бы хотела пожелать нашему, тем более главе, все-таки обращать внимание на людей и на их проблемы. А не только ходить по библиотекам, встречаться с этими людьми, но вот именно насущные проблемы. Объединительное пожелание. Ну, работать больше качественно. Стараются, делают, продвигают все что-то. Вот сейчас для собак питомник строят. Это у нас был очень больной вопрос, потому как очень много бесхозных собак. И они кидаются. А сейчас уже будем надеяться, что все будет хорошо, благополучно. Как вы можете оценивать работу местных властей и администрации? И какие у вас есть к ним пожелания? Давайте не будем об этом. Продолжение следует...